На связи Украина 365. А очевидцы на одном из видео за кадром также комментируют, что куда-то буквально снесло локомотив массой 130 тонн, который авторы видео назвали башкой, вопреки всем правилам нормативной лексики. Довольно показательно, что сначала российский ресурс и причиной аварии назвали вмешательство посторонних лиц, но потом решили признать, что это была атака украинского беспилотника. На первый взгляд, сам объект атаки, то есть железнодорожный эшелон, может выглядеть не очень впечатляюще. Военной техники там нет, только цистарные товарники с ломом и древесиной. Но здесь поражают другие детали. Начнем с того, что железнодорожная станция Котлубань размещена на выезд из важного ракетно-артиллерийского арсенала ГРАУ Минобороны РФ, военная часть 57-229-51. Соответственно, просматривается военная цель атаки. Как минимум, усложнить на определенный период вывоз боеприпасов из этого арсенала. Следует отметить и определенную систематичность ударов наших беспилотников по этому району. По данным из открытых источников, арсенал возле Котлубани подвергался атакам 16 и 24 ноября прошлого года, а также 8 марта этого года. Отдельно интересно выглядит сам масштаб атаки. Получается, что наш беспилотник сумел буквально сбить с колеи грузовой эшелон россиян. Здесь уже не играет особой роли, какой именно тип дрона могли использовать силы обороны Украины для этой атаки. Здесь следует подчеркнуть, что результат этой атаки явно был определен не только характеристиками дрона, но и мастерством оператора, который вел атаку, отмечают в Дефенс Экспресс. Тем временем в Волгограде в воинской части произошел крупный пожар. Власти области подтвердили факт возгорания в воинской части номер 44-885, расположенной в Дзержинском районе Волгограда, однако отрицают его связь с атакой беспилотников. Зам. руководителя пресс-службы регионального управления МЧС Кристина Тараева отказала журналистам комментарии, предложив адресовать вопросы по пожару в пресс-службу Южного военного округа. Так что ждем подробностей. Путин был в 12 километрах от прилета. Раскрыты детали первых пусков дрона в лютой. Об этом говорится в материале «Украинской правды». Отмечается, что первая серийная партия дрона в лютой была готова в конце августа прошлого года. Первое его применение осуществили 28 августа. Силы спецоперации в ИСУ ударили разными БПЛА по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота АРФ в Крыму в Перевальном. А вот дальний запуск лютого по России состоялся в конце сентября 2023-го. Запускали бойцедрон в Черниговской области. Взлетел он с третьего раза. Так хотелось долететь и влупить по россиянам, что мы садимся в третий раз. Самолет поднимается и летит. А тогда прилет. И не куда-нибудь, а в нефтебазу аэродрома в Сочи. А это был единственный аэродром, тогда работавший у россиян на Черном море. Это был триумф. Вспомнил участник запуска. Второй полет состоялся 10 дней спустя, 1 октября и снова в район Сочи. На этот раз под удар лютого попала стоянка вертолетов, обслуживавших в том числе и путинскую резиденцию. «Мы влупили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до этого там Путин встречался с Такаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй лютый. Нам потом это подтвердили», – рассказали собеседники в разведке. По словам бойцов, прилеты лютого для россиян стали настоящим шоком. Указывается, что по состоянию на мае этого года лютым оперируют не только разного рода специальные и разведывательные службы. Недавно крупный заказ на дроны сделали воздушной силой в ВСУ и уже готовят группы операторов для этого дрона. Такая массовость производства и оперирования дронами позволила начать планировать масштабные совместные операции, в которые вовлечены сразу несколько структур. Самыми громкими совместными операциями нескольких служб сразу стали атаки на Новолипецкий медкомбинат, нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Нижнем Новгороде, Татарстане. Удары по рязанским объектам стали одной из визиток лютого. Ведь именно там во время дневных полетов хорошо видно, как несколько дронов подряд попадают в одно и то же место с хирургической точностью, выводя самые дорогие узлы НПЗ из строя, говорится в публикации. В российском Архангельске с вечера 13 мая горел теплоход «Ломоносов», находившийся на ремонте. Огонь охватил верхнюю палубу на площади свыше 900 квадратных метров. Над местом, где горело судно, поднялась тенадыма, пожар, причины которого на данный момент не раскрываются, погасить удалось лишь к утру 14 мая. Об этом сообщают во вражеском МЧС. 13 мая после 22 часов вечера по киевскому времени в МЧС РФ заявили о том, что в Архангельске сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на ремонтируемом судне. Горит верхняя палуба теплохода на 936 квадратных метрах. По данным администрации, людей внутри нет. Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседнего судна. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники, заявляли тогда в ведомстве. Позже количество спасателей и техники пришлось увеличить. Задействовали также беспилотную авиационную систему для разведки. Существовала угроза переброски огня на стоящие рядом корабли. При тушении судно начало крениться на правый борт. Возник риск опрокидывания, создалась угроза для личного состава. Пожарные эвакуировались на причал и продолжили тушение суши и воды, сказано сообщение. Интересно, что по данным российских СМИ, этот же теплоход горел ровно год назад, в мае 2023 года. Тогда в сухом доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы на этом теплоходе вспыхнуло машинное отделение на нижней палубе. Так же, как и в этот раз, огонь мог распространиться на соседние плавсредства. О пострадавших тогда не сообщалось. В рядах МОРФ продолжаются чистки. Вначале был задержан замминистра Иванов, после устранен Шойгу, и вот вчера дошла очередь до Кузнецова. Z-паблики пишут о том, что правоохранители задержали начальника кадров Юрия Кузнецова. Источник пишет о том, что на днях в 235-й гарнизонный военный суд поступили документы на человека, чьё ФИО полностью совпадает с начальником кадров МОРФ. Якобы вчера, 13 мая, в суде даже избрали меру пресечения Кузнецову в виде содержания под стражей. Z-канал «Рыбарь» пишет о том, что вчера Кузнецова не было на рабочем месте, а дело, которое ему шьют, связано ещё с работой на посту главы по защите государственной тайны. Как оказалось, в своё время Кузнецов возглавлял 8-е управление генштаба ВСРФ и службу защиты гостайны. Ещё один Z-канал «Грейзон» написал о том, что участие в задержании принимали сотрудники военной контрразведки ФСБ. Тем временем новый министр обороны РФ жалуется на поток раненых на войне против Украины. В госпиталях РФ не хватает мест для раненых, которые потоком идут с войны в Украине. Раненых не принимают в гражданских больницах, а оформление различных документов требует большого количества бумаг и потерь времени. О том, какие проблемы в первую очередь заинтересовали нового министра обороны РФ Андрея Белоусова, рассказывается на портале The Moscow Times. Журналисты обратили внимание на выступление Белоусова перед заседанием Комитета Совета Федерации и Госдумы РФ. Россиянин, которым Путин заменил Шойгу, сообщил о проблемах с наполненностью российских госпиталей. По его словам, российским военным, которые возвращаются из Украины, сначала отказывают лечения в гражданских больницах. После этого они идут в госпитали, которые переполнены ранеными. Чиновник обеспокоен такой ситуацией и призывает её решать. «Абсолютно непорядок, когда участников войны гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Этот вопрос надо решать», — сказал Белоусов. «А мы знаем, как решить проблему с ранеными россиянами. Прекратить преступную войну против Украины и вернуться к себе назад в Россию». Во вторник, 14 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает Рейтер. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника в Украину с момента принятия Конгрессом в прошлом месяце пакета военной помощи стране в размере 61 миллиарда долларов. Цель поездки, о которой ранее не сообщалось, — продемонстрировать солидарность США с Украиной. Блинкен, который прибыл в Киев на поезде рано утром, надеется послать сильный сигнал успокоения украинцам. «Миссия секретаря заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и позволить им все больше и больше возвращать себе инициативу на поле боя», — сказал американский чиновник на условиях анонимности. «Артиллерия, ракеты дальнего радиуса действия, атакам, СИПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступили в распоряжение украинских войск», — сказал чиновник. «Сам Блинкен обещает Украине больше помощи, которая изменит ситуацию на поле боя. Помощь сейчас в пути некоторая уже поступила и больше еще поступит. И это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя. «И мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя», — заявил Блинкен на встрече с президентом Зеленским. Также госсекретарь добавил, что США вместе с партнерами полны решимости, что со временем Украина будет стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане. По его словам, сильная, успешная, процветающая и свободная Украина будет наилучшим возможным приговором для Путина и лучшим гарантом для будущего Украины. В наступление оккупантов на Харьковщину принимает участие африканский корпус наемников, среди которого уже большое количество двухсотых. Об этом сообщили партизаны движения «Атаж» у себя в телеграм-канале. Крымские партизаны указали, что африканские наемники входят в состав 44-го армейского корпуса. Российское командование бросает иностранцев на передовую. «Знают, что большинство из них не вернутся со штурмов», — подчеркнули «Атаж». Партизаны уверены, что вражеские наемники не готовы к полномасштабной войне, на которую они попали. В публикации уточнили, что в Харьковской области присутствуют африканцы, воевавшие в Ливии и Мали. Тем временем на карте «Дипстейт» на одном из направлений ударов россиян на севере Харьковской области появились обозначения подразделений африканского корпуса. Изначально российские власти набирали людей в африканский корпус, подразумевая, что он заменит наемников ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. Однако он появился не в Африке, а на севере Харьковщины, что говорит о двух аспектах. А. Россиян, подписывавших контракты, чтобы ехать кормить малярийных комаров в Африку, обманули. Б. У РФ, несмотря на огромный людской ресурс, все же наблюдаются проблемы с мобилизацией. Как известно, последние несколько дней Россия пытается прорваться в Харьковской области Украины. Однако украинские чиновники и аналитики заявили, что россиянам не удалось совершить значительный прорыв, так как большая часть вновь занятой территории попадает в так называемую «серую зону», где ни одна из сторон ранее не занимала позиции, поскольку данную местность трудно оборонять. Об этом пишет ФТ. Глава местной администрации Волчанска указал, что строить укрепления было крайне сложно, поскольку город часто подвергался российским обстрелам. Волчанск находится всего в пяти километрах от российской границы. Александр Яковец, начальник транспортного отдела Министерства обороны Украины, подтвердил, что самые мощные укрепления, состоящие из железобетонных конструкций, были построены на расстоянии от 17 до 35 километров от границы. Приседатель аналитического центра Украинский Центр Безопасности и Сотрудничества Сергей Кузан заявляет, карты Дипстейт указывают на то, что России не удалось добиться такого прорыва, как несколько недель назад в районе Очеретина, недалеко от города Авдеевка в Донецкой области. Он добавил, что хотя у России недостаточных ресурсов для взятия Харькова, у нее есть возможность продолжать боевые действия в этом районе как минимум месяц, стремясь подойти как можно ближе к городу и создать там давление, обстреливая Харьков. Источник в украинских силах обороны сообщил FT, что для наземного наступления на Харьков России потребуется как минимум в четыре раза больше войск, чем у нее есть сейчас, и заявил, цель Москвы – растянуть силы Украины. Друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила!